Ликвидировать весь ветхий аварийный жилой фонд. Такую задачу поставил перед регионами Федеральный Центр. Сегодня вице-премьер правительства России Дмитрий Козак и министр строительства Михаил Мень привели с регионами селекторное совещание, на котором обсуждались вопросы реализации региональных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В Чувашии в рамках республиканской адресной программы при поддержке фонда ЖКХ предусмотрено переселение 13 тысяч граждан. На это потребуется 5 миллиардов рублей. Михаил Мень сообщил, что до сентября 2017 года по всей России необходимые 700 тысяч человек. Министерством на сегодня ужесточен контроль за ходом реализации программ и достигнутых целевых показателей. Причем хотел бы отдельно подчеркнуть, что мы получаем информацию теперь не только от региональных властей, но и от наших общественных контролеров. Есть ряд регионов, показавших достаточно неравотворительные результаты и, по сути говоря, заваливавших эту работу. В числе отстающих Чувашия не значится. Сейчас в республике реализуется первый этап программы переселения. До декабря 2014 года предусмотрено обеспечить современным жильем 1460 семей, которые проживают почти в 300 аварийных домах. На сегодня в республике первый этап программы выполнен на 14%. До 31 декабря 2015 года в благоустроенные жилые помещения должны переехать еще 2946 человек или 1113 семей. Дмитрий Козак обратил внимание руководителя регионов на важность выполнения программы переселения. В феврале-марте такая работа была проведена Министерством финансов, вместе со всеми руководителями регионов. И мы со стороны федерального центра, со стороны правительства, Министерства финансов, свои обязательства выполнили. Под эти обязательства руководителя регионов были предоставлены всем дотации на обеспечение сбалансированности, насколько я помню, в объеме 60 миллиардов рублей, 40, а 60 дополнительно. После этого со стороны федерального центра, когда были, несмотря на такие обязательства, были сделаны целый ряд уступок, увеличили софинансирование, если оно было в среднем по России, со стороны субъектов Российской Федерации 62%, то сегодня 47%, с небольшим, 47%. Сегодня приняли закон, позавчера Советом Федерации он одобрен, где изменились условия предоставления субсидий. Дмитрий Козак подчеркнул, что выполнение всех поставленных задач взято под строгий контроль и рекомендовал руководителям субъектов Федерации подписать с подрядчиками дополнительные соглашения, ужесточающие санкции в случае невыполнения договорных обязательств. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика.